Девушки отдыхают Деревья высаживать это наша не просто работа, а задача, чтобы Харьков, та реконструкция зеленых насаждений, которая нами была запланирована, была выполнена, потому что мы все видим, что возраст деревьев такой предельный. В центральной части города очень много деревьев, значит, необходимо удалить, потому что они уже и жили всегда, и поэтому, конечно, высадка нового дерева – это всегда хорошо. Мы уже в этом году, вот, начался легитационный период, высадили более 800 деревьев, и еще хотим в периоде высадить еще где-то 700 деревьев. Поэтому, я думаю, где мы их берем, не главное. Главное, что теперь они будут расти и создавать уют на улице города Харьков. Почему именно липа? И будем в ближайшее время и шаровидный ясень садить, плакучий ясень, потому что липа является тем деревом, которое стойко выносит шум выбросы городского транспорта и живет на улицах и площадях города до 100 лет. А сколько аварийных деревьев было вырублено за последний год? Ну, в этом году, я отчитывался на брифинге, силами Харьков-Зеленстроя снято около 800 деревьев. Это с начала года. В основном это зимнее было снятие. Летом меньше снимается деревьев, так как в основном деревья после зимней спячки не просыпаются, понимаете? Вы знаете, что весной посадили свыше 800 деревьев скому земли, и сейчас посадка продолжается. То есть садят больше, чем... Конечно. Город Харьков является самым зеленым городом Украины. Ну, на мою думку, деревьев багато не бывает, так как особенно озоновый шар разрушается. Чем больше, тем лучше. А если бы вам предложили посадить дерево, вы бы ее посадили? Да. Забы лопату, забы, пошел и посадил бы. Где бы вы посадили дерево свое? У меня на районе мало деревьев. У себя на районе? Ваш район это где? В Фронзенский район, в станции интермаршала Кукова. А там мало деревьев? Ну да. Сейчас нас высыпиливают, не знаю зачем. Во дворе вот у меня тоже убирают деревья. Раньше был красивый двор, а сейчас превратили его. Прошло.